В Чувашии определяют коронавирус в трёх лабораториях. Мощность каждой из них – порядка 100 исследований в сутки. По мнению министра здравоохранения Республики, необходимо увеличить количество тестов. Проверить себя на COVID-19 хотят всё больше людей. Ну и сейчас решается вопрос о развертанной ещё четвёртой лаборатории на базе Республиканской клинической больницы. Как будут поставлены тесты и реактивы для работы этой лаборатории, она тоже. То есть плановая мощность данной лаборатории будет порядка 150-200 исследований в сутки. Ситуация остаётся тяжёлой и со средствами защиты. На днях Республику поступила большая партия из 326 тысяч медицинских масок. В первую очередь ими были обеспечены медицинские работники. Мне удалось уже переговорить с минтовым трогом России. И удалось договориться, что нам дополнительно выделят средства индивидуальной защиты. Это и маски, и перчатки, и костюмы. Соответствующую работу мы наладим буквально сегодня же. И я думаю, что уже, если не завтра, то в понедельник, вторник эти средства индивидуальной защиты к нам прибудут. С момента введения ограничений прокуратуры Республике были зафиксированы 323 случая, когда организации, несмотря на запрет, продолжили свою работу. Пока им вынесли только предостережение, а вот за распространение фейковых новостей уже придётся заплатить штраф. Совместными усилиями выявлено три случая размещения в сети интернет недостоверной информации фейков. В связи с тем, что прокуратура Республики направлена соответствующим материалом в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об их блокировке. Участники заседания обсудили работу волонтёров, которые помогают людям, находящимся на самоизоляции, в покупке продуктов, лекарств и решении бытовых проблем. На сайте мывместе2020.рф уже зарегистрированы и проходит обучение 370 волонтёров из Чувашии. Сабина Вишневская, Пётр Каприянов. Новости Новочебоксарска.